Как у всех народов, у игорского народа, у игорской танцевальной культуры есть тоже танцевальное наследие. Это танцевальное наследие, одной из жемчужин такого танцевального наследия является танец с блюдцами. Танцевальное наследие. О том, что это действительно древняя танцевальная культура и что она существовала, говорят на стене живописи тысячи пещер, которые находятся на территории Восточного Туркестана. Восточный Туркестан, вы знаете, находится на территории Китайской Народной Республики. Вот. И, значит, я вам сейчас покажу. Это находятся тысячи буддийских пещер в то время, когда у игорской культуры был буддизм. Вот так видно, нет? Странно. Вот, я вам покажу, если, да? Мартинка видна. Очень плохо видна, но я вам отправлю по виду, здесь как горы, холмистая, да, горная местность, и в нем такие тысячи пещер, в которые входят, и там буддисты оставляли, и мы вначале это были только молильные, да, они молились, ходили. И потом уже каждый пещер носила свои рисунки, и оно веками шло, и очень много всяких разных картин. И среди них есть вот такие цветные картины, да, которые сохранились, вот, видите, да, изображение музыкантов. Видно, да? Вот. Вот такие палочки есть для еды, да, вот их держат в руках, и востоке вот так, ритма музыки блются. Вот, видите, да? Ритм. Но мы вначале научимся, знаете как, без палочек, просто хотя бы научиться держать глются, глются и уметь ими владеть, ходить спокойно, руками, кистями работать. Но вначале мы будем выстукивать без работы кистей. Пока просто. Поэтому к следующему занятию вы мне, так, блются приготовьте, чайные блются, обыкновенные чайные блются. Ну, знаете, так сказать, бывает фарфор тяжелый, фарфор легкий. Желательно легкий фарфор, да? Можно, если палочек нету, взять на перстки. Ну, пока я говорю, пока не надо. Возьмите просто эти блются и научимся делать основные движения. Это положение рук, это вот первое положение, да, второе, третье, вот остается. Там на видео материал это все есть у вас. Самое главное, обратить внимание, как держать эти блются, чтобы блются не упало и не ходило ходу ног. Вот ложим, вам видно, нет, как большой палец, да? На большой палец ложим блются, а сверху, как бы, прикладываем пальчики. Но в это время свободно третий пальчик, если поднимете, за ним пойдут все остальные пальцы, и будут спокойно работать кисти, это, пальчики. Раз, два, да? И вот дома походите, попробуйте просто постоять. Руки вдоль корпуса, да, исходном положении. Внизу ручки, во второй позиции, чисто классической, в первой позиции классической, в третьей классической, да? Такие, это комбинированные движения и так далее. На физике еще я покажу вам, значит, как его уже комбинируют. Нет, первый урок не буду. Это следующий урок, я уже возьмем более сложный материал, когда вы будете учиться ходить вместе с блютсами, чтобы аксессуар вам не мешал, да? Вот. Ну, что я хочу еще по теории, если сказать, я вам немного сейчас теорию расскажу, что вот эти тысячи пещер, да, на которых изображены вот такие музыканты, вы видели, да? И там очень интересно, есть такие рисунки, где изображены девушки, скажем, в легких шарфах. Вы обратили внимание, что чисто буддийское, индийское, да? На Индию похоже? На индианок они похожи. И позы, и руки, и вот какие-то эти моменты. Откуда это? Это вот, так скажем, влияние шелкового пути, когда... Я вам вначале, помните, рассказывала, да, что влияние индийской культуры... Нет, я вам не рассказывала, что влияние индийской культуры было. И у игурского народа в свое время было после шаманства буддизм. И вместе с буддизмом шло еще одно основное религия, это христианство нестерианского толка. Вот эти параллельные шелки шаманизма, плюс буддизм, плюс христианство нестерианского толка. Вот такие христианы, у игуры, да, проживают на территории Китая вдоль реки Хуанхэ. Они до сих пор есть, и их называют саро-уигурами, то есть рыжими у игурами. Не от того, что они только рыжие, а от того, что они... Вера у них христианская, нестерианская толка. Да? Вот. И затем только с приходом ислама в 7 веке, когда арабы напали и заставили насильно принимать религию ислам, вот тогда у игуры переходят в исламскую религию. А до этого вот был... Поэтому, может быть, очень большое влияние сыграла индийская культура. Многие движения, элементы в руках, какие-то положения в кистях рук, очень схожие, похожие на индийский. Оно в свое время сыграло вот такую определенную роль. Но потом мы с Кармой пошел к пути, когда в Индии... В основном, вы знаете, это был индуизм, да? Но с приходом шаха Акбара в Индии наступает такой момент, когда мусульманство приходит. И в это тюркские народности со своей музыкально-танцевальной культурой тоже сыграли определенную роль во влиянии. Потому что Акбару очень нравилась восточная музыка такая тюркская, именно тюркская музыка. И его танцевальные элементы, танцы. И даже есть были моменты, когда он приглашал во дворец к себе музыкантов из западного, так скажем... Из запада, да, это вот... Восточного Туркестана, из Узбекистана. Хотя это, получается, из востока, из востока, вот, приглашал музыкантов. Самаркандских, харезамских, разных. Ему это нравилось. И вот эта мусульманская до сих пор живет в Индии, параллельно развивается вместе с индийской, так скажем, культурой. Да, я сам вам просто книжки показала. Вот какие блюдца приблизительно должны быть, могут быть. Эти положения с палочками. Далее положения уже с наперстками. И вообще, как держится блюдца. Вот исходное положение, да, вдоль корпуса руки. Блюдца могут быть лицевой стороной от себя, к зрителю направленной, да. Порой даже иногда во внутреннем, в зависимости от... Ну, когда вы будете учить, я думаю, что вот эта внутренняя сторона, где рисунок, да, он будет вдоль корпуса, не входится от себя, в таком положении. Ясненько, да? Любую музыку включите, не обязательно уйгурскую. Любую музыку, да, включите. И в так музыке постарайтесь руками работать. И раз, два, три, четыре, да. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Раз, два, три. И теперь в третьей позиции то же самое, повтори. Вдоль самого, в подготовительном, в первом, во втором. Так, кто еще не показал мне? Все, нормально. Молодец, Алина, уже в третьей позиции владеет. Жамиля, где третья позиция? Давай, у тебя нормально. Чуть большеватый. Видишь, Жамиля? Так, хорошо. Вот так, так. Это у тебя пластмасса, поэтому вот так вот, смотри. Так сделай. Там, там. И она перевернула запросто вот так. Там, там. Да где это? Кто это мне взял? Боно, Боно, Боно. А ну, сделай. Где твоя пластмасса, Вашечка? Раз, два. Дальше что ты сделала? Повернула, блюдце. Ну. И вот так делай. Три, четыре, да? Да? Ну, три, четыре. Три, четыре. Это удобно? Ты вот не знаешь, как это будет. Удобно или неудобно будет? Это вот с фарфоровой, как будет удобно, неудобно. Там, пам, рам, пам, ом, там. Это сколько, да? Ну, попробуем, попробуем. Так, хорошо. А это, кстати, страшно. Страшно, а как же страшно. Вот. Поэтому, чтобы дом не разбили. И я, обратите внимание, я вам там рассказываю, ручки должны быть не сильно открыты широко в сторону, а чуть-чуть, да? Немножко полукруглые, смягченные локоточки. Почему? Потому что, чтобы партнера рядом не побить тарелкой. Понимаете, да, как? Вот это все учитывается. Там музыку включим мы вам, и будет очень интересно. Попробуйте под Игорской, попробуйте потом дома под любую. Да, потом уже репетируйте, чтобы свободно, спокойно так, да, пальчики ходили. Пальчики пока. А потом я скажу, как кистями мы будем работать, да? Пока до кистей не ходите. Вот пальчиками, хорошо, хорошо, давай. Давай, давай, давай еще, Камила. Ой, это, Наргиза. Так, вот, 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 напряженка. Свободно, спокойно, не напрягаемся, не напрягаемся. О, хорошо, неплохо, молодцы. Там покажу положение ног, рук. Хорошо? И поклон есть. Да. Поклон, положение ног, рук. И свободное владение вот этим, вот, пальчиками. Да? Прежде чем приступить к музыкальному материалу, да, разогреться, под музыкальным материалом, давайте мы все-таки научимся без палочек и наперсков, просто научимся держать блюдце и работать свободно, спокойно без этого, да? Без аксуара, как дополнительного аксуарчика к это движением. Поэтому сейчас, значит, это в основном идет 4 четверти, бывает и 3, 6 четверти. Пройдем по музыку. Оно, правда, немножко не квадратно, поэтому учтите, что есть моменты, где-то движение квадратно точно идут по 8, где-то меньше, где-то больше. Внимательно следите. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь... И раз, первое положение... И два, второе... В трогу свободно переходим в классическую третью... И раз, два, третье... Как и первый раз... И раз, два, три... И раз, два... И раз, два, три... Сейчас плечо, как говорится, идёт в дорогу, поворачиваются и держим ровно параллельно. Есть положение, когда плечит поворачиваться, начинает спать кисть. А теперь положение ног. Покажем на руках, ножки, вверх, 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 вверх. И теперь, вверх, 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 вверх. Обратите внимание наше слово. Вверх, вверх, вверх. С левой повторили, пожалуйста. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, пять, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова